МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не так давно были обнародованы шокирующие данные. 70% осуждённых за преступления в отношении детей отделываются условным наказанием, а оставшиеся 30% насильников, приговорённые к тюремному сроку, как правило, тоже долго не сидят и выходят на свободу условно-досрочно. В первый же год после освобождения 95% из них снова совершают аналогичное преступление. Означает ли это, что по улицам ходит огромное количество людей, склонных к насилию и убийству? Можно ли узнать маньяка в толпе и по каким признакам? Актриса и певица Елена Зайцева очень не любят вспоминать тот самый Первомай, когда отправилась на прогулку в Тропарёвский лесопарк Москвы. На тропинках было полно народу, поэтому, когда стала сверкаться, женщина решила домой не торопиться. Неожиданно кто-то сильно обхватил Елену сзади, зажал рот рукой и потащил за собой. Такое впечатление, что он кайфовал над тем, что он мне делает больно. Когда преступник притащил Елену вглубь лесопарка, он на мгновение ослабил фарку. Вот когда он снял штаны, он просто запутался вот в этих деревьях маленьких, и в их устарниках, и он упал. Я смогла одним движением его просто вот как-то по его интимным местам, да, я просто знаю пару приёмов, и я просто уползла. Елена нащупала в кармане мобильный телефон и позвонила сестре. Когда я Лену увидела, потому что мы с мужем подъехали, вся чёрная шея, весь рот в крови, потому что он ей свернул челюсть, то есть вся была в листьях, вся... То есть вы знаете, такое впечатление, что её просто убрали, как тесто месили, и вот в землю... Но я же боролась. Позднее выяснилось, что буквально в тот же вечер на том же самом месте была изнасилована и убита девушка. Опасаясь за свою жизнь, певица сменила место жительства. Я видела его глаза, они у меня очень долго не стирались, эти глаза. Я чувствовала вот этот вот запах какой-то омерзительный. И вот эти жуткие глаза. Если бы меня заставили фото... Я, которыми не рисую, я бы нарисовала. Могла ли Елена Зайцева заранее определить, что рядом с ней оказался потенциальный насильник или убийца? Возможно ли это в принципе? Разглядеть в человеке преступника? Портрет преступника. Согласно теории известного тюремного врача Чезаре Ламброзо, преступник должен выглядеть примерно так. Итальянский профессор психиатрии был уверен, все злодеи и насильники имеют схожие черты лица. Так ли это? Попробуем проверить. Фенотиполог Марк Лучин из Эстонии уже более 10 лет занимается исследованием маньяков и насильников. Первое, на что он всегда обращает внимание, сильно развитая челюсть. Именно она выдает склонность человека к жестокости. Увеличенная форма зубов и увеличенный вот этот инструмент, он всегда принадлежит более боевым особям, более ограниченным в интеллектуальном плане, но зато гораздо более силовым в применении каких-то насильнических действий. Далее Лучин переключается на губы. По ним принято определять степень эротизма. То, что здесь мы видим, это эротизм с определенной долей решительности. Я бы сказал так, что этот человек не теоретик, а это практик жизненных удовольствий, и свои удовольствия он будет получать в том числе и силы. Механическую походку, механические жесты, зажатую мимику невозможно изобразить с помощью фоторобота. Но в отличие от брутальных черт лица, эти характеристики выдают насильника и убийцу еще издалека. И они действительно присущи всем маньякам. Маньяк – это существо, которое находится часто в одном, очень таком напряженном состоянии. И в этом случае очень характерно механически зажатое, маскообразное лицо. То есть лицо без мимики. Лицо без мимики. Это примета, знакома всем актерам театра и кино, которым приходилось играть злодеем. Она помогает им вжиться в образ убийцы. Сергей Селин до сих пор вспоминает свою работу над ролью в «Городе соблазнов». Характер водителя-дальнобойщика давался ему нелегко. По сценарию он должен был зверски убить своего напарника. Просто играть в прямую злодея, то есть сумасшедшего, да, практически, либо маньяка, то есть человека психически невменяемого, это ненормально, потому что они оправдывают свои поступки. Актер искренне надеется, что играть злодеев ему больше не придется. А вот его коллега по цеху и по нескольким сериалам актриса Анастасия Мельникова, напротив, всегда хотела влезть в шкуру отрицательного персонажа. Очень хотелось сыграть. Очень даже вызывало раздражение то, что в театре всегда как принцесса, так Насика, как принцесса, так Насика. Говорю, давайте какой-нибудь гадин можно сыграть. Интересный характер нас попробовать. Такая возможность Мельниковой представилась пока только дважды. В детстве она сыграла плохую девочку, а позднее – катаржанку-предательницу. В кино, когда я играла, было больше противно. Я не могла найти объективных оправданий тому, что она сделала. Но это тоже интересно, но неприятно. Вот чувство осадок, какой-то гадости он остался. Как знаменитый телеследователь и как законодатель, Мельникова хорошо знакома с криминогенной ситуацией в стране. И как любая мать, старается обезопасить свою дочь. Это не страх. Вы понимаете, никто никогда не может уберечь этот мир от больных, патологичных людей. И к этому надо быть готовы. К этому надо готовить детей, что если Маше придётся перейти эту дорогу одной, что она никогда никуда и ни с кем не пойдёт. Потому что я об этом умоляюсь с первого дня её жизни. Потому что я очень за неё боюсь. Эксперты в области криминальной психиатрии подсчитали. Около 6% жителей планеты рождаются уже с признаками маниакальности. Все они потенциально опасны, однако далеко не все становятся преступниками. Так как же это объяснить? За свою многолетнюю практику фенотиполог Марк Лучин пришёл к весьма неожиданному выводу. Большинство маньяков – изначально абсолютно безобидные люди. Иметь данные маниакальные вовсе ещё не значит быть маньяком-убийцей. Сама по себе маниакальность – это не ужас. Это всего лишь состояние. А вот то, во что оно выльется, зависит от воспитания, случая, ну и, к сожалению, некоторых других обстоятельств. Лучин уверен, диагностировать первые симптомы маниакальности можно уже в двухлетнем возрасте. Насторожить родителей должно то, что ребёнок часто играет, не замечая никого вокруг. Специалисты называют это «тоннельным пространством внимания». В более зрелом возрасте проявляется, например, из школы вышел – помню. Домой пришёл. А как шёл – не помню. Вот это одни из признаков. Насторожить должны и первые признаки аномальной жестокости. Например, если ребёнка забавляет, тогда он ломает игрушки и отрывает крылышки бабочкам. Избавиться от склонности к садизму можно, считают врачи. Главное – обратиться вовремя за помощью. Андрей Чикатило. Самый известный в нашей стране маньяк 20-го столетия. 12 лет он зверски убивал и насиловал женщин и детей. Криминальные психологи утверждают. Чикатило – классический пример того, как тихий и послушный мальчик постепенно под воздействием различных обстоятельств превращался в кровожадное чудовище. Ведь своё первое убийство он совершил в 41 год. В детском возрасте, 14 лет, он почувствовал, что он не способен жить половой жизнью женщины. Это его тегативы на протяжении практически всего периода времени должны самые женились. Люди, которые приходят в такой разряд маньяка, это люди, имеющие сами опыт травмы, насилия, сложных жизненных обстоятельств. Ребёнок не способен в этой ситуации выразить агрессию. Поэтому он выбирает более слабых людей, которые даже не идут на какой-то конфликт и агрессию. Он им мстит. Чикатило унижали в детстве. Изнасиловали в армии. Взрослого избили свои же ученики за домогательство. Доженить бы им руководила жестокая мать. Потом он попал под иго супруги. Всю жизнь его преследовало то, что он не мог жить полноценной жизнью женой. Потом всю жизнь посвящал работе. Командировки постоянные, чтобы не находиться дома, чтобы не ощущать свою вот эту вот проблему. Люди, страдающие расстройством, обещающихся склонностью к агрессии, они могут в любой момент взорваться, вспыхнуть. И агрессию, физическое насилие перенести на окружающих. Был ли у Чикатило хоть малейший шанс не превратиться в жестокого убийцу? Можно ли было раньше разглядеть в нём признаки маньяка, готового приступить к черту – взорваться? Фенотиполог Марк Лучин уверен, Чикатило и других последовавших за ним насильников-потрошителей можно было остановить. Если бы та бригада милиции, которая его ловила, прошла у нас, например, обучение, ну, хотя бы полдня, именно вот по теме маниакальности, они бы его поймали, я думаю, что, ну, года на два раньше. Потому что это было очень хорошо видно. То есть, ну, по крайней мере, знаешь, кого ловить. Маньяка можно вычислить даже по манере носить портфель, утверждают фенотипологи. Кстати, Чикатило никогда не расставался с этим аксессуаром. В нём всегда лежало орудие убийства. Давайте сейчас попробуем посмотреть, как ходят маниакальные люди с сумкой. Мы видим, что ремень немножечко выносится вперёд. То есть немножечко вперёд образуется вот такой угол. Сейчас вы видите угол на ремне, да? И при этом все остальные признаки, они сохраняются. То есть движения механические. Так? Человек идёт механически. Далее. Лицо обычно такое же маскообразное. И вот таким образом может идти с работы или на работу прекрасный программист. А может идти маньяк-убийца. Маньяка можно вычислить по глазам или волнению, признавался после своего задержания Владимир Муханкин, один из самых кровожадных серийных убийц России. Он рассказывал, что выходя на охоту, насильник может идти как за жертвой, так и впереди неё. Но если маньяка кто-то спугнул, он обязательно вернётся на то же место через какое-то время, чтобы закончить начатое. Сенатор Антон Беляков во время рабочих командировок не раз общался с зарубежными психиатрами и психотерапевтами, которые лечат маниакальность на ранней стадии. Пациент, заметивший отклонение в собственном поведении, нередко приходит на приём сам. И медицина ему помогает, ему предлагают, скажем, блокаторы тестостерона, которые снижают сексуальные влечения. И человек спокойно живёт, он не совершает сексуальные преступления, хотя он был склонен к нему. Он спокойно играет на скрипке или стоит у станка, или работает водителем, пекарем или плотником. В России сегодня такой эффективной психиатрической помощи нет, убеждён сенатор Беляков. Пока законодатели спорят, что лучше – наказывать или лечить насильников, маньяки существуют по принципу «изнасиловал, убил, сел, вышел». И так по кругу. Они осознают отчасти, что их поведение ненормально, но сами остановиться, увы, не могут. Есть нечто внутри них, что сильнее сознательной воли и толкает их снова и снова повторять то, что их разрушает. Так можно ли узнать маньяка в толпе по особым признакам? Мнения специалистов разделились. Психотерапевт Марк Сандомирский и большинство его коллег отрицают наличие внешнего сходства между преступниками. На основании внешности выделить человека, являющегося жестоким сиреновицей, практически невозможно. Многие из них, на взгляд, как раз окажутся совершенно обычными, тихими, безопасными для окружающих людьми. Но с другой стороны, эта черта, по мнению фенотипологов, может быть и признаком маньяка. Такого, как Чикатило, например. Это с него в России начали изучать феномен жестокого насильника и убийцы. Ведь вычислить его в свое время помог ростовский профессор психиатрии Александр Бухановский. Именно он в точности угадал образ Чикатило, описав его на 62 страницах. Подведем итог. Теоретически маньяков все-таки можно распознать в толпе. Но для этого надо достаточно долго изучать их лица. А это, согласитесь, не так уж приятно. Запомните одно. Если в безлюдном месте вам навстречу попадется человек с механической походкой и отсутствием мимики на лице, лучше свернуть его пути. Редактор субтитров А.Семкин